Уважаемые коллеги, уважаемый Дмитрий Николаевич, дело в том, что не самое главное, как назвать, а что рассказать, потому что тогда это суживает тему и упрощает докладчику его задачи. Я бы хотел несколько оглянуться назад и предложить вашему вниманию пять фундаментальных статей, в которых описывались идеи переднего подхода при дегенератике на шейном уровне. Вот Ральф Бинхам Кловард, который прожил 92 года, он прославился помимо своего доступа и вот этой методики, и вот этой статьи, которая была опубликована в 1958 году двумя вещами. Ему принадлежит прекрасная фраза, когда он писал о этой методике, он считал, что ее очень сложно делать хирургически, он говорил, что мы не можем научить старую собаку новым трюкам. Он считал, что это прерогатива молодых ортопедов. Кроме того, Кловарду принадлежит неофициальный мировой рекорд, он участвовал в качестве врача при нападении японцев на Перл-Харбор в 1941 году, и по литературе известно, что он за сутки сделал более 70 трепанаций черепа. Правда, результаты отдаленные не сообщаются. Он был американец, жил на Гавайях. Это славный представитель не менее славного Джонс Хопкинс Госпиталя, Робинсон и его методика по передней дискоктомии и спондилодезу. Также считается одним из основателей этой методики работа Симмонс и Пхалла с такой формой трансплантата и Бейли и Бетгли. Совершенно неожиданно в 1960 году Карл Хирш, шведский ортопед, нейрохирург, аппликовал большую работу, в которую показал, что достаточно просто удалить диск без какой-либо стабилизации. Его результаты были впечатляющие. Для российских нейрохирургов достаточно необычно то, что еще в 1947-1946 год Фрикхольм и последующий Скавил предложили заднюю цервикальную фораминотомию по типу забочной скважины, так называемый кихол цервикал-фораминотомия, и написали в своей работе, что простая хирургия фасетоктомии по типу забочной скважины задним доступом является вообще выбором в лечении латеральных грыж дисков межпозвонковых на шейном уровне. Кстати, сразу же очень коротко остановлюсь на принятых в литературе и нейрохирургическом в ортопедическом мире показаниям к задней цервикальной фораминотомии. Далее мы убедимся по докладу, что показания в общем-то достаточно схожи. Итак, показания при задней цервикальной фораминотомии это плохо поддающаяся лечению или рецидивирующая радикулопатия, коррелирующая с нейрологическими данными, демонстрирующая фораминотальную компрессию как типа жесткого, так и мягкого диска. И относительными противопоказаниями является центрально расположенной грыжи диска, нестабильности на актуальном уровне, когда аксиальная боль преобладает над корешковой болью, признаки цервикальной мелопатии и выраженный кифоз позвоночника в шейном отделе. Это вот типичная картинка после задней цервикальной фораминотомии. Для меня было достаточно интересным, что еще в 1980 году была опубликована большая работа, в которой просматривались результаты операции. У 736 больных, которые оперировались в положении сидя, им проводилась задняя цервикальная фораминотомия, было всего 13 небольших осложнений и не было клинически значимых эмболий. Больные были в положении сидя. Я хочу напомнить, что это был 1963 год. 91,5% хороших результатов. В 2009 году в журнале Neurosurgery Spine была опубликована большая работа Джаганна Тана с авторами, в которой авторы сообщают о 162 случаях такой методики с высоким эффектом в отдаленном периоде у большинства больных. Вот это схема операции задней цервикальной фортомии. Я заранее извиняюсь, что я напоминаю ее, поскольку я уверен, что коллеги прекрасно знают об этой методике. Не менее интерес представляет способ перегницировикальной микроункофораминотомии, так называемой Джо Просиджи. И вот этот автор, по крайней мере, приписывается этой методикой ему. В 2010 году в институте нейрохирургии была осуществлена диссертация на эту тему под руководством профессора Григориана. Но основной оператор в мире, как он себя позиционирует, это доктор Джо Просиджи. Вот это методика передней цервикальной микроункофораминотомии. У нас есть определенный опыт. И, в принципе, при определенных показаниях мы считаем, что эта методика имеет право на жизнь. Я был бы неправ, если бы не остановился и на работах Себастьяна Рутона из госпиталя Святой Анны в городе Херне, Германия, которому, на мой взгляд, сейчас принадлежит пальма переста в эндоскопических задних операциях на шее. Это его работы. Одна из последних работ 2009 года. Он сравнил результаты фуллэндоскопик, цервикалпастерер, фораминотомия и обычный микрохирургическим передним доступом и спондилодезия. Это было 175 пациентов. Прослежено результаты в течение двух лет. И не было каких-то данных, которые бы говорили о результатах в этих группах больных. Итак, цервикальная радикулопатия определяется как боль в корешковом паттерне руки, связанная с компрессией или иритацией одного или более шейного нерва, сочетающаяся с различной степенью изменений в чувствительной мышечной рефлекторной системах без признаков милопатии. Милопатия – это уже отдельная тема. Это классический паттерн цервикальной радикулопатии, хорошо вам известный. Уровень С5-С6, С6-С7 с моторными рефлекторными чувствительными изменениями. Естественно, это не жесткая картина, она достаточно вариабельна, зависит от массы факторов. В доказательных работах первого класса показано, что боль в надлопаточной области может быть обусловлена С5 или С6 радикулопатии, межлопаточной С7 или С8 и лопаточной области С8 корешком. Это доказательная работа первого класса. Основные рекомендуемые тесты, которые предлагаются различными авторами, хорошо вам известно, это спорлинг-тест, тест уменьшения боли при абдукции плеча, тест дистракции шейного отдела позвоночника и вальсальва-тест. Известно, что чувствительность спорлинг-теста – это 40-60, специфичность 92-100%. Чувствительность теста абдукции плеча – 43-50%, специфичность 80-100%. Дистракция шеи – чувствительность 40-43%, специфичность 100%. И вальсальва-тест – чувствительность 40-45% и специфичность от 85 до 100%. В настоящее время общее мнение таково, что мы не имеем каких-либо тестов, которые бы демонстрировали или наличие и отсутствие специфической шейной патологии. Таким образом, решение вопроса возможно при учете клинической картины в контексте как анамнеза, так и радиологических данных. Это все понятно. При дифференциальной диагностике цервикальной радикулопатии должны учитываться, и мы должны обязательно этот алгоритм пройти, исключить кардиологическую патологию, наличие цервикальной миелопатии, комплексный реагиональный синдром, туннельный синдром, опоясывающий лишай, опухолевое поражение, синдром, более редкий синдром Перценейш-Тернера, состояние после стернотомии по поводу кардиологических операций, патологии рататорной манжетки плеча и синдром выхода из грудной клетки. Мы должны этому уделить очень серьезное внимание, чтобы не столкнуться в послеоперационном периоде с проблемами постоянным посещением этого пациента в нашей клинике и вопрошающим, что делать дальше, потому что болит как и болел. Мы должны прекрасно понимать, что цервикальная радикулопатия может спонтанно регрессировать через разные промежутки времени без специального лечения. Это абсолютно доказанное утверждение, и если немножко потерпеть и не бросаться на больного с саблей, то мы можем встретить ситуацию, когда при наличии четкой клинической картины, симптомов, радиологических данных через определенное время разные для каждого пациента боли регрессируют. Мы считаем целесообразным включение в комплекс лечения больных с одноуровневым поражением шейных дисков, форминальных блокад под КТ-контролем по нескольким причинам. Такие блокады позволяют почти в половине случаев отсрочить или избежать операции без ухудшения состояния больного, значительно сократить время лечения, а в неясных случаях выбрать правильную тактику. Вопрос, где проводить эти блокады, кто это проводит, это не тема настоящего сообщения. Это работы, которые сообщают о прекрасных результатах такой методики. Естественно, что МРТ является основным радиологическим обследованием, определяющим корреляцию между клинической картиной и неэффективностью консервативного лечения для больных кандидатов для операции. Хочу подчеркнуть, что необходим тесный контакт нейрохирурга с врачом, который проводит МРТ, поскольку существуют некоторые разногласия в интерпретации МРТ-данных у нейрохирургов и врачей-специалистов-рентгенологов. Итак, перейдем к показаниям передней шейной дискоктомии с спондилогезом. В литературе описывается традиционно шесть показаний. Это некупируемые или плохо поддающиеся консервативному лечению радикулопатии в течение, тут мнение расходится 2-6-12 месяцев, у японцев 12 месяцев, они пишут активно консервативное лечение. Рецидивирующая до 3-4 раз в год радикулопатия. Гиперологическая форма радикулопатии, не поддающая консервативное лечение в течение месяца. Мейлопатия. Плохо поддающиеся лечению цервико-брахиальные и акцепитальные болевые синдромы. Это показания лично у меня вызывают вопросы, и я думаю, что у вас они тоже, такое показание, но тем не менее оно в литературе описано. И последнее показание, полное или грубое нарушение проводимости корешка. Противопоказания. Считается, что абсолютных противопоказаний нет, за исключением, может быть, умирающих больных, больных с сепсисом и так далее. Таких стандартных абсолютных противопоказаний. Итак, относительные противопоказания. Это повторная операция в зоне с выраженным лицовым процессом, инфицированные раны по передней поверхности шеи, подология задних отделов шейного отдела позвоночника, пациенты, нуждающиеся в более экстенсивной декомпрессии с корпоректомией и спондилодезом, тяжелого остеопороза с возможной компрессией позвонков, пациенты с имеющей трафиостомой, председствующей радиотерапией шеи, и также короткая толстая шея, высокое расположение плеч и ключиц, затрудняющие доступ к нижним шейным дискам. Показания к джоппросидже, к переднецервикальной микроункофораменотомии, практически такие же, за исключением того, что предпочитают оперировать латерализованные грыжи диска или задние остеофиты на соответствующем уровне. Особое внимание обращают на отсутствие контрлатерального фораминального стеноза и также отсутствие нестабильности. В работах многих авторов, в частности, хочу обратить внимание на большую работу РАО, это достаточно активно пишущий ортопед американец, который пишет о том, что передняя шейная декомпрессия без спондилодеза может быть связана с хорошими клиническими результатами у больных с мягкими грыжами диска, которые генерируют компрессию нерва или даже компрессию спинного мозга. В работе Хаурберга с авторами в журнале «Спань» 2008 года было показано, что нет статистически достоверной разницы между простой дискоктомией и дискоктомией с последующей спондилодезом Кейджу. В этих работах, которые перед вами, также говорится о предлагаемых методиках и говорится о достаточно высоких результатах, хороших, сравнимых с перечисленными хирургическими методами лечения. Большое внимание уделялось этой теме в Кахрейновских исследованиях. В частности, в работе Фаяса с авторами, датированной 2006 годом, было сказано, что нет достоверной разницы между группами через два года, которые лечились различными способами, включая даже консервативные методы. Это, скорее говоря, говорит о слабой доказательности работ, которые были включены в мета-анализ. Обращаю ваше внимание на работу Ван Либика с авторами, которые сделали систематический литературный обзор для того, чтобы определить лучшую методику для одноуровневого поражения на шейном уровне со спондилодезом. И по данным этого обзора было сказано, что не было идентифицировано золотого стандарта для лечения дегенеративного поражения дисков. Бартес с авторами заключили, что необходимо более достоверные, мы нуждаемся в рандомизированных контрольных исследованиях, чтобы определить, что хорошо, цервикальная дискоэктомия без спондилодеза, спондилодезом или такая технология кортропластика. Дальше они говорят о цене этих методик, которые часто бывают плохо сравнимы. В работе Джагана Танос с авторами было сделано следующее заключение, что одноуровня дискоэктомия со спондилодезом без установки пластин, а только с использованием в послеоперационном периоде ортеза внешнего, достаточно является эффективной операцией, за исключением того, что наблюдается в некоторых случаях локальное кефазирование оперированного сегмента. Вот это большая группа работ, которая говорит о том, что замечательно ставить различные кейджи, в частности, пиковские кейджи, и авторы пишут о хороших результатах их исследования. 22 ортопедам и 8 нейрохирургам разного возраста и проживания предложили 5 ситуаций для принятия решения о необходимости операций, доступа, необходимости спондилодеза и дополнительной инструментальной фиксации. Эти случаи включали одноуровневую грыжу с остеофитом радикулопатии, одноуровневую псевдоартроз с аксиальной болью, многоуровневый стеноз с радикулопатией и невыраженным лордозом, многоуровневый стеноз с мейлопатией и невыраженным лордозом, и многоуровневый стеноз с мейлопатией и выраженным кефозом. Интересно, что в первом случае все прошлые рекомендовали передний доступ и 28 из 29 спондилодез Более молодые хирурги склонны более чаще рекомендовать фиксирующие пластины практически во всех случаях При других клинических вариантах мнения разошлись кардинально В настоящее время нет единого мнения о золотом стандарте лечения дегенеративного поражения шейного отдела позвоночника Последние рандомизированные проспективные исследования, сравнивающие дискоктомию без фьюжн Дискоктомия со спондилодезом и дискоктомией с инструментаризацией показали, что через 2 года клинический эффект приблизительно одинаков во всех группах больных вне зависимости от методик Простая дискоктомия со спондилодезом и дискоктомией с пластинами, ограничивая сегментарную подвижность Может индуцировать болезнь смежного уровня, хотя эта тема требует отдельного обсуждения У больных после простой дискоктомии чаще развивается сегментарный кифоз, чем после дискоктомии со спондилодезом и дискоктомии с пластинами Количество таких осложнений, как смещение или коллекция имплантов и сердоартрозы меньше в группах с пластинами, чем в группах просто со спондилодезом Тем не менее, общее количество осложнений выше в группе с пластинами по сравнению с группой, где делался только спондилодез Одна из самых больших работ, последних работ, февральский номер спайна, датированная 2011 годом, большой метаанализ Дискоктомия лограф 341 больной, дискоктомия атакости 568 больных, дискоктомия кейдж 87 больных, ортопластика 603 больных Все методики показали сравнительные результаты, а в случае спондилодеза высокое качество и частоту дезирования Дискоктомия простая и без спондилодеза, и шейная цервикальная фораминотомия может улучшать симптоматику Но, что интересно, она сравнима с консервативным лечением, хотя более быстро идет улучшение послеоперативных методик Фораминотомия ассоциируется, по данным многих авторов, с улучшением клинических функций Но качество этих данных достаточно слабое, это третий класс доказательной базы И очень большой разброс эффективности от 52 до 99% Мы провели свое небольшое обследование, 189 просреженных случаев цервикальной грыжи диска на одном уровне И катамнез был просрежен в течение 10 лет Сравнивали различные техники В частности, мы сравнили 6 методик И также провели анализ литературных данных, о котором я сказал выше Практически во всех случаях, особенно на позднем этапе, мы использовали операционный микроскоп на определенном этапе операции И учитывали обычные шкалы, это визуально-аналоговая шкала Neck Disability Index и Obsessed Disability Index Сравнивались продолжительность операции, кровопотеря, время и качество жизни Просто дискактомия 28 больных Дискактомия с Fusion 45 пациентов Дискактомия с Fusion и Autographed или Allographed с подключением передней шейной пластины 36 больных Кейдж Solus 38 больных, причем 12 больных с рассашивающим кейджом Дискактомия с использованием конструкции PCB Plate cage Benazech Вот автор слева от вас Дискактомия с установкой динамического цервикального импланта Результаты в обеих группах в группе 2 и 5 были Fusion в группах 2 и 5 был достаточно хорош А хороший спондилодез наблюдался у 96% первой группы, в которых проводилась только дискактомия В первой группе мы имели в 48% легкий кифоз на оперированном уровне Во второй группе дискактомия плюс Autographed в 40% кифоз В третьей группе дискактомия с пластины в 43% В четвертой группе дискактомия с Cajun Solus 39% и PCB 45% В шестой группе дискактомия с Cajun Solus 40% локального кифоза Осложнения были наблюдались в трех случаях В третьей группе и в одном случае во всех остальных группах За исключением первой Первая группа осложнений мы не наблюдали И таким образом клинические результаты хорошие были получены во всех группах От 88 до 95% Естественно экономическая составляющая была минимальна в первой группе Мы считаем необходимы дальнейшие исследования Чтобы определить все-таки золотой стандарт Или мы услышим этот ответ в следующей лекции Хотел обратить ваше внимание на этого человека Это лицо предполагаемого средневекового философа Вильяма Окома Который предложил совершенно прекрасную мысль О том, что если мы имеем две теории в отношении одного и того же предмета То скорее всего верна теория, которая наиболее простая Основные аргументы в области артропластики я пропускаю Поскольку будет сообщение уважаемого Артема Олеговича До настоящего времени нами в основном используется Спондиладес дискоктомии с Кейджем Солис Динамический шейный имплант Или в ряде случаев передняя микрофораминотомия по джоб Мы не видим причин менять настоящую стратегию Хотя применяем простую дискоктомию И дискоктомию с инструментацией в определенных случаях Если длительные клинические результаты артропластики Продемонстрируют более лучшие результаты Мы естественно готовы изменить нашу стратегию И я бы хотел еще одну секунду отвлечь ваше внимание В английском языке есть очень емкая фраза Маст рит, это книги, которые мы должны прочитать И это мое мнение личное Что в русскоязычной литературе есть три книги Которые нужно обязательно прочитать Это книга Анатолия Андреевича Луцака по капрессионным синдромам Это книга воронежского нейрохирурга Антипка По стенозу позвоночного канала И блестящая последняя монография Ивана Николаевича и Артема Олеговича На материале доктской инсертации Артема Олеговича Дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела позвоночника К сожалению, вот только небольшой список литературы На английском языке по рассматриваемой тематике Я уже не говорю о гигантском количестве статей на английском, немецком, французском и даже неизвестном мне японском языках Благодарю за ними Аплодисменты